приветствую друзья всех на своем канале поздравляю всех со светлой пасхой сегодня воскресенье второй день как я информационном отпуске пытаюсь показать short видео сейчас вам дам такой небольшой значит как русские слова тоже начинаешь забывать этим словарным запасом у настранщины лайфхак ладно пускай лайфхак будет пока значит я уже упоминал но сейчас конкретно скажу значит хотите улучшить и сразу говорю что чтобы не спрашивали где рыб где рыба рыба у вас там будет значит этот обычный воблер мину да это китайская копия на раполу он был слов сенкинг сс вот даже мне написано с тройниками неважно значит чем воблер мину более тонущий тем у него менее амплитудная игра при одинаковый допустим лопасть пример но суть него этого смотрите что я сделал я поставил два одинарных крючка причем небольшого размера соответственно он теперь не слову тинькинг слову флотинг то есть медленно всплывающий и при этом этот воблер стал ну если поставлю сейчас сюда одинарник то все равно он будет легче чем с тремя небольшими тройниками которыми идет он в оригинале в данном случае мне нужен был либо суспендер либо от него либо слоу флотинг но на самом деле еще главнее мне нужно было от него больше амплитуду дать значит поставить одинарники на свой не ловящий или какой-нибудь тупой воблер у вас он пускай будет не ловишь мину ваш любимым любимый мину ставить одинарники причем назад можно поставить более маленький одинарник вперед более крупные соотношение к вашему тройнику для чего это нужно теперь вот этот воблер с небольшой лопаточкой даже при равномерной при равномерном при равномерной потяжке он достаточно активно играет боками у него такой активный крэнкинг появился то есть его можно записывать уже в крэнк бейты как у американцев у них нет понятия как я уже говорил крэнки это обязательно какие-нибудь пузатые краткотелы нет у них крэнк ему крэнк ему может быть и воблер мину с большой лопатки который используется именно при равномерной проводке этот воблер стал уже активный и при небольших потяжках даже то что он у вас раньше делал не активное в данном случае этот воблер у вас приобретет активность амплитудность вот небольшие твичи делаю пампингом вверх ну вниз можно и моим коротким удилищем делать неважно куда угодно и он уже достаточно дергается из стороны в сторону более активно поэтому я его и применяю сейчас в мутный после дождей после паводков воде вот как можно сделать мину привлекательный потому что в мутной воде нами ножки не ловит ну это не целесообразно и он плохо видим боковой линии хищником а в данном случае вот этот мину вот в такой конфигурации с этими одинарниками приобрел большую амплитудность и при небольшом даже твичинки заводится гораздо эффективно на порядок больше дает амплитуду а при равномерном движении если раньше у него был просто там обычный такой небольшой свиминг как у миношек с короткой лопастью то сейчас он уже более активно это делает то есть воблер приобрел активность и еще раз повторяю мне не нужно вам показывать на него рыбу рыбу есть у вас там и вы будете значит свои вот эти тупые вялые минушки в такой в таком апгрейде он у вас стопроцентно заработает уже по-другому а вы уже там сами определите в какой позиции его вот в данном случае в мутной позиции он в данном случае здесь нужно было поставить здесь глубина небольшая можно было небольшую вертушку кранг соответственно спиннер бейт небольшой все то что то активное вот чтобы рыба заметила либо вот такой вот в данном случае слову флотинг медленно всплывающий получился в мину в данном случае я делаю небольшие движения флотингом он дает амплитуду широкую и потом останавливаю паузу это то что как раз вот мне и нужно ну и хищнику тоже и небольшую значит паузу даю для того чтобы хищник сориентировался для атаки вот и там где у вас будет хищник в достаточном количестве эффективность возрастает вот этой минушки в такой конфигурации спасибо за внимание